2017 объявлен в России годом экологии. В связи с этим запланировано множество мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в стране и в регионе в частности. Один из приоритетных – это борьба с мусором. Как сегодня справляются с этой проблемой в столице, узнал Юрий Осипов. Каждый день водитель-оператор мусоросборочной машины Андрей Артамонов начинает свой маршрут по Якутску. В поле его деятельности входят объекты, расположенные по всему городу. В среднем он объезжает около 50. Из них вывозит более 100 мусорных баков. Работа продолжается в любое время года и любую погоду. Не сильно она изменилась и в новогодний период. В принципе, особого повышения нет. Сам Новый год повышение. Перед праздниками, выходные, много мусора. А так в рабочие дни терпимо. Полностью рабочий день занимает где-то от 8 до 10 часов. Если одни управляющие компании вывозят порядка 100 баков за день, то для других это недельная норма. К таким относится ЖЭУ «Центральная». В их распоряжении две мусоросборочные машины, которые обслуживают Сайсарскую управу Центральный, Губинский и Октябрьский округа. Всего около 19 домов. Но праздничный период прошел для всех в штатном режиме, потому особых сложностей и перебоев не возникло. На страже чистоты прилегающих участков стоят не только водители-операторы мусоросборочных машин. Свою работу также продолжали выполнять и дворники. Ну, дворники мне первого числа тоже выходили на работу там, потому что после фейерверков пришлось убирать ограды и прочее. Мусорные баки, ну, мусорные санточки точнее это почистили. А со второго числа уже нормально полноценные дворники работали. Нормально. От своевременной уборки мусора зависит не только внешний вид города в целом, но также и санитарное состояние. В последние годы можно заметить, что свои обязанности мусоросборочные компании выполняют своевременно. Благодаря этому столица Якутии становится чище. Юрий Осипов, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.